Внедорожные путешествия 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 Вдоволь налюбовавшись водопадами Окидываю взглядом окружающие виды И отправляюсь на поиски Еще одного весьма интересного объекта Отыскать которое казалось Не такой уж простой задачей Просто повезло На первый взгляд Ничего примечательного Равнинная местность С небольшими холмистыми участками В высоту достигающими Не более 200 метров На одном из таких участков Замечаю под ногами Неестественно разбросанный камень То ли мрамор То ли кварц Я не специалист по изучению Камней и минералов Поэтому сложно Идентифицировать мне Эту находку Впрочем Это и не важно сейчас Не спеша исследую местность Сверяюсь с картой Похоже что это и есть Тот самый рудник Возраст которого Если верить написанному на карте Около трех тысяч лет За возраст я не ручаюсь Но в том что в этом месте Велись разработки чего-то Полезного и ископаемого Сомнений никаких С каждым новым шагом Нахожу этому Все больше подтверждений С виду обычный кустарник Но уж как-то выделяется Он на остальном фоне Подойдя поближе Делаю предположение Что вырос он на месте Какой-то воронки Или обвала Будто предупреждая людей Об опасности Продолжаю исследовать местность Холм весь испещрен ямами Такое ощущение Что большая часть Из них засыпана Включая фантазию Возможно это был вход В древнюю шахту Хотя было бы весьма неудобно Спускаться и подниматься В нее По вертикальному стволу Остается вариант С вентиляционным окном Либо же окном Для поднятия руды Это уже куда более Реальная версия Которая укладывается В голове А вообще Кто его знает Что здесь было Очевидно лишь то Что горным разработкам В этом месте Немало лет Во второй или в третий раз Обхожу загадочный холмик Всякий раз Двигаюсь по разным Траекториям Чтобы на одни и те же Предметы и объекты Взглянуть под разным углом Вдруг что-нибудь Новое увижу Так и вышло Немного в стороне Внимание мое Привлекли следы От некоего подобия Траншей И поросшие травой Насыпи Рядом с которыми Небольшие углубления Судя по внешнему виду костей Процесс их разложения Длится достаточно долго Поначалу я и вовсе Принял фрагменты костей За кусочки камня Лишь подойдя поближе Разглядел в них Ничто иное Как кость Не мамонта конечно Вряд ли этим останкам Больше ста лет А эта находка Вовсе не оставила И тени сомнения В том Что передо мной Не просто холмистая местность С выкопанными Кем-то ямами И траншеями Но действительно Место раскопок И добычи чего-то ценного И необходимого Иначе зачем человеку Лезть куда-то под землю Вынимая сотни килограммов земли С виду ничем не приметная Каменная плита Мимо которой я проходил Уже не раз Но в этот раз Я обратил внимание На некое подобие Пещеры под камнем Аккуратно спускаюсь В расщелину Между камнями Лаз в подземелье Уходит под углом вниз В направлении отверстий В земле Которые я назвал Интелляционными Глубина лаза неизвестна Спускаться вниз Несмотря на то Что это технически возможно Я однозначно не собираюсь Вместо себя Отправляю на разведку Несколько камешков Которые отскакивают От пола и стенок пещеры В какой-то момент Отправляются в свободное падение После чего Спустя некоторое время Ударяются обо что-то твердое По всей видимости Одно шахты Или рудника Уж не знаю Как правильно обозначить Этот объект Завершив исследование Рудника Которые носили Исключительно Любительский характер И подкрепив свои силы Кружечкой горячего чаю Сверяюсь с картой Определившись Направлением дальнейшего движения Отправляюсь в путь Признаюсь Все точки на маршруте Мне собрать так и не удалось Уж больно любопытен я В своих путешествиях Люблю куда-нибудь свернуть Поизучать местность Тем более Если на старых картах Она как-то обозначена Очевидно Что здесь были Какие-то строения Скотный двор Или ферма Сегодня только холмики Остались Возвышающиеся Над остальной местностью Происходящее дальше Я комментировать не стану Скажу лишь Что в нескольких метрах Было прекрасное место Для преодоления Болотистого участка Умный в гору не пойдет Умный в гору обойдет Ко мне это выражение Прошу не применять В этом месте В расщелине между скал Находятся еще два водопада Название им дали следующие Водопад Плотина И водопад Каньон Забегая вперед Скажу, что нашел я их оба Но обезвоженными С чем связана такая Природная аномалия Мне неизвестно Быть может осенний период Время не вносит Свои коррективы А может сказываться Человеческий фактор Связанный с регулированием Сброса воды Выше по течению реки После плотного обеда Отправляюсь на поиски водопадов Если задуматься Место интересное Вокруг равнина А здесь будто разлом Земной коры образовался Создав некое подобие каньона Пусть и далеко ему До Гранд Каньона В штате Аризона Но все же этот свой Думаю, что не стоит объяснять Почему этот водопад Поверьте мне Он здесь есть Получил название Водопад Плотина Искусственное сооружение В виде застывшей массы Бетонного раствора Гармонично вписывается В пейзаж каньона Выдают плотину Лишь рубленные Острые формы краев Доржавеющий обод колеса Со спицами Из ступицы по центру Прочно удерживаемый Затвердевшей массой бетона За плотиной Небольшое озерцо Запруда В стоячих водах Которого Неизвестный художник Натуралист Изобразил рукотворные Сооружения И окружающие его виды Точкой завершающие Сегодняшнее путешествие Является Водопад Каньон Вновь прошу поверить Мне на слово Водопад Есть И в этом месте Найти его Также не составило Большого труда Спускаюсь На самое дно Так называемого Каньона Образованного Двумя возвышающимися Каменными глыбами Каждая из которых Высотой С трехэтажное здание Внизу Небольшое Озерцо Запруда Этим Собственно и схожи Все три водопада Которые я обнаружил ранее Закономерность Это или совпадение Судить вам Едва заметно Бежит вода В реке Это значит Что водопад живой Лишь на какой-то Период времени Он уснул Позволив Тишине И спокойствию Взять власть Над этим местом А тишина В этом месте Непередаваемая От такой тишины Звенит в ушах Это последствия Шумового загрязнения Характерного явления Для жизни Городского человека Характерной особенностью Сегодняшнего маршрута Который я освоил Лишь частично Является то, что Несмотря на простоту И неказистость Окружающих пейзажей Скрывает он Великолепные Природные явления Которые проезжай мимо И не увидишь Будет казаться, что Вокруг глазу Не за что зацепиться До сегодняшнего дня Так и было Но благодаря Моим друзьям Путешественникам Несколько лет назад Приславшим мне Карту расположения Точек с водопадами И предположительным Местом нахождения Рудника Которому, если верить Написанному Около трех тысяч лет Вновь открыл для себя Эти места и я Чему несказанно рад Ведь если задуматься Поглубже То даже сама природа Открывает для нас Прекрасное там, Где мы живем Будто дает понять, Что начинать нужно С себя А все окружающее Преобразится Вслед за тобой Продолжение следует... Продолжение следует...